Сегодня будет очень жесткая тренировка, будет очень жарко На улице красота, ну в смысле зима, красиво Но в такую погоду в пятницу вечером вообще никуда не хочется идти Но мы поперлись Тренировочный центр Кефир гантели О, опять кефир гантели Саш, что сегодня будет? Сегодня будет очень жесткая тренировка, будет очень жарко Будет взрывная, мощная тренировка А ты мог предупредить, чтобы мы не приходили? Так я специально не предупредил, чтобы мы пришли Чтобы мы все прочувствовали мощь вольной борьбы К сожалению, что-то нравится Куда я попал, когда бороться не умею Настолько нравится тренировка, что дома остается В такую погоду просто Я знаешь сколько... У нас такая погода полгода Вот, полгода сижу дома, нормально себя чувствую Я уже устал ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, Настя, ты можешь Я уже устала Давай, давай, ты можешь Давай Фига, машина Я уже вся теку ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хватная услуга Существует, чтобы душу поломали Трава стоит 500 рублей, а левая 2 500 рублей Когда за рулем едешь Окно отпускаешь Левая, чтобы видно было, что поломано Да Пойдите ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Плотно прижимаю сюда к плечу Далее Та, которая сзади нога Тут же заходит Это сюда Ставится Это сюда Оп Это называется Нурок под руку ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Под движение Раз Раз Стоп Вот я забрал Шею держу Здесь уже в конце могу шею отпускать Забирать подпись ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Саша, кто этот человек? Вот этот прекрасный человек, Такаев Абдулгафур, мастер спорта международного класса по вольной борьбе, чемпион мира среди военных сил и чемпион еще много-много-много всего. Тренер гонгбольной сборной пара олимпийской и просто замечательный человек, который учит нас искусству вольной борьбы. И часто у вас такое здесь? Ну вот, специально перед подготовкой к Беркуту этот месяц, он нам раз в неделю ставил стойку, показывал какие-то нюансы, объяснял. В дальнейшем, скорее всего, на регулярной основе будет также нам помогать подготавливаться к дальнейшим чемпионатам. И, естественно, особенно для турниров по науги, я считаю, вольная борьба необходима. Ну, желательно, конечно, если вам будет преподавать этот человек, который будет знаком и с партером, потому что мы все знаем, что не вся техника из вольной борьбы и из дзюдо подойдет в классическом варианте для применения на турниры по джиу-джитсу. Я объяснять нюансы не буду, все и так, в принципе, это понимают. Но, опять же, это же, во-первых, развитие физических качеств, потому что, я считаю, вольная борьба наравне с классической борьбой – это лучшее физическое развитие среди всех единоборств, которые, в принципе, и возможны. Именно развитие силовой, скоростно-силовых качеств, выносливости. Вольная борьба тут, пожалуй, на первом месте. Плюс, как я уже сказал, технический момент работы в стойке. И вообще, в принципе, желательно заниматься, не упираться в одно какое-то свое дело, а пытаться находить различные фишки в разных видах единоборств. И не только в боевых, да, там, та же капуэра, мы знаем, то, что много применяется в бразильском джиу-джитсу, тоже там, кабрини часто используют, там, тот же сайборг. Просто, чем больше ты занимаешься различными делами, тем больше у тебя всяких нейронных сетей, голова больше начинает работать и лучше, и, соответственно, у тебя разнообразие больше в технике. Да и просто ты начинаешь мыслить чуть-чуть по-другому, ты можешь посмотреть на происходящее со стороны другого человека. А это очень важно не только как в единоборствах, так и в любом деле по жизни смотреть на одни и те же вещи с разных сторон. Соответственно, это развивает и голову, и мышление, и духовные качества. Не снимай. Работаем до баллов, со стойки. Бросили 3 секунды контроль, ушли в конец очереди. Кто взял баллы, тот остается, кто проиграл, идет в конец. Еще раз, бросили. Соперник упал, сразу встал, не считается. Только с преследованием, только с контролем 3 секунды, не меньше. Всем понятно? Да. Очень тяжело же по плюху привыкнуть к вольной борьбе. Так и хочется упасть на задницу. Ну и как бы падать страшно, наверное. Пойду еще. Безб***ки лучше. Давай, ну! Оттяни! Оттяни! Раз, два, три, есть! Молодцы! Победила гружба! Я думаю, он с пониманием к нам относится. А как давно вот с этими ребятами вы занимаетесь? С позапрошлой пятницы. Это сколько получается? Три пятницы подряд. Три занятия. Есть какие-то у них результаты? Как они вообще должны здесь? Скажем так, частично есть, частично есть, вот, что-то начали понимать. Нельзя сказать, что сразу все начали понять, потому что это один из таких видов спорта, где нужно много времени, чтобы это все понять, много объяснять, много рассказывать, показывать и так далее. Со временем это все, они поймут, и уже на практике будет совершенно другая картина. Ну, это что-то даст им на соревнованиях? Как вы оцениваете шансы? Конечно, да. Вот на ближайшие, да, на себе? У нас сколько залов, сколько спортсменов я знаю, профессиональных, которые уже десятки лет в спорте, всегда ссылаются на вольную борьбу. Это хороший толчок, это потому что любая ситуация может оказаться, где нужно применить навыки вольной борьбы. Поэтому вот такая вот картина. Спасибо. Всем спасибо, всем удачи. Завтра я буду умирать с утра. Все эти тени. Короче, было весело, здорово, и отдул Гафор классный чувак. Мне понравилось. Это была самая интенсивная тренировка за весь год. Сложнее, ну и сложнее не было. То есть БЖЖ и грэплинг, на которых мы привыкли там, размялись, посидели. Очень сильно отличаются вольники, они все время стоят, все время двигаются. И то, что сказал тренер, который сегодня был. Вольная борьба всегда пригодится в любой борьбе, я с ним согласна. Я очень устала, прям очень. Но вот на ногах еле стою. Самое важное, что я сегодня познала, скажем так, это вот это ощущение, когда взрываются они. Мне раньше говорили на тренировках, типа, ты должна делать вот это движение, как взрываться. Я никогда не понимала, как это, и много суетилась. Ну, как-то так быстро пыталась делать, но не взрываться. Вот, я сегодня узнала, что такое взрываться. Это круто. Мне, пожалуйста, пиццы. Вот этот с малиной, булочку с малиной. И вот ту булочку с малиной еще одну, очень люблю малину, просто очень люблю. И... Вой поднос вот этот, вот эти два. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok